Приветствую вас, друзья! Сегодняшнее видео будет посвящено волатильным движениям по золоту, которые активно начались в последнюю неделю. Золото скатилось быстро до отметки 1760-1780 долларов за унцию, хотя еще недавно стоило 1915. Кстати, по этой причине было то ли отменено, то ли перенесено на более поздний срок IPO компании Nordgolds, владелец семьи Алексея Мордашова, богатейшего человека России. На лондонской бирже это IPO решили отменить, как раз ссылаясь на варианты ужесточения денежно-кредитной политики и волатильность на золотом рынке. Но, в самом себе, ситуация, честно говоря, вполне рядовая. Саудиорамка переносила IPO вообще долго, пока там они приноравливались к конъюнктуре котировок нефти. Очевидно, что как только устойчивый и растущий тренд цен на драгметаллы возобновится, то в средствах в ходе такого IPO можно будет появлечь значительно больше. Сейчас же момент для первичного размещения акций золотодобывающих компаний действительно не самоподходящий. Однако, я думаю, что мы имеем дело с ситуативным временным снижением биржевых котировок по золоту. И вот как раз момент может быть зато подходящий для инвестиций непосредственно в контракты электронные как с золотом фьючерсным, так и со спот-курсом. Это не значит, что не может снижаться курс ниже. Естественно, может. Сейчас вот обсудим. Последний у нас был такой вот эфир подробный по золоту в 20-х числах мая. Тогда составляли уровни 1870 и еще продолжали расти. Мы как раз говорили о том, сколько оно сможет вырасти. И этот рост еще продолжался порядка двух с половиной недель. Одновременно по золоту и серебру такие попытки делались. Но как раз говорили и о том, что если не хватит силенок за короткое промежуток времени, буквально за пару недель, продавить выше, вот в этом случае может быть профит-трекинг, снятие прибыли сильное. Оно, собственно говоря, и началось уже где-то в первых числах июня продолжилось. А затем вот это, собственно, заявление Федрезерва, которым ничего как такового, уж прямо сверх называется особенного, не содержится. То, что там, я уже говорил в других наших видео, не буду долго повторяться. То, что обозначили возможность теоретическую первого повышения процентной ставки в конце 23-го года, это все равно очень не скоро. Это ситуация такая, которая, что 23-й отсюда, там, конец, смотрится, что 24-й, это там до тех пор или Ишак сдохнет, или Падишак передумает. И все это можно говорить, конечно же, о большее давление там на рынок банду в казначейских. То есть, скорее всего, поводом вот этим вот воспользовались просто люди из Федрезерва для того, чтобы как-то привлечь внимание капитала именно к американским бандам. И это, в общем-то, удалось, но в небольшой мере. То есть, как раз вот небольшое падение доходности от уровня 1,6% годовых до уровня 1,36% в моменте по бандам десятилетним отражает повышенный спрос на банды. Ну и одновременно вот казначейки, облигации, актив с фиксированным доходом один, он конкурирует таким образом с золотом как раз за потоки защитные. И вот, собственно, защитные потоки, временно устремившись туда в казначейские облигации, уже, кстати, приостановились, да, но одновременно помогли дальше дообрушить в ходе вот этого снятия прибыли котировки золота. Вот, в принципе, и все, что произошло. В принципе, если вспомнить вот короткую совсем историю, в ходе пандемии биржевое золото, оно ведь доходило в 2020 году до нового пика всех времен, 2075 за унцию, но на рекордных уровнях с тех пор оно не удержалось уже давно, но оно не соскользнуло и куда-то там совсем туда глубоко, где было до пандемии. То есть в начале, если вспомнить, 19-го года золото всего лишь стоило 1280-1300 долларов за унцию. К январю 2020, то есть непосредственно перед самым появлением и распространением активного вируса, к январю, поднялось оно чуть выше 1600, затем доходило до 1700 в первый пандемийный месяц и падало в моменте до уровня 1450. Вот это все предшествовало движению наверх выше 2000. То есть сейчас как бы совершенно другая история на протяжении последних 10 месяцев. Золото в любом случае, оно да, держится ниже тех пиков 2075 летних 2020 года, но оно в любом случае находится в гораздо более высоком ценовом коридоре, нежели перед началом вирусного кризиса. То есть коридор простирается, ну где-то, так сказать, от уровней 1675, это было февраль-марте текущего года, вплоть до 1920-1960. Четыре раза пробовало вот эти верхушки, эти отметки, начиная с осени 2020 года и вот вплоть по настоящий момент. Таким образом, текущие низы 1770, они, во-первых, ближе к нижней части этого коридора, чем к верхней, заметим, да, то есть уже представляют интерес, скорее всего, с точки зрения покупателей, а не продавцов. Во-вторых, они не являются бы чего-то особенного, то есть даже в случае, если там локальное дно этих колебаний еще не достигнут, технически, допустим, то вряд ли оно будет там существенно ниже, чем вот февральско-мартовские 1675, а скорее всего будет выше. Поэтому, в принципе, в любой момент времени уже из текущей котировки, и тем более, если они докатятся до чуть более низких, может возникнуть высокий спрос. С чем этот спрос может быть связан? Я в первую очередь скажу, смотрите, золото всегда считается активом антиинфляционным, защищающим от инфляции. Если вспомнить, что основная причина, или, хотите сказать, повод, по которому ФД резерв вообще что-то там заговорил о первом повышении ставки, пусть даже через два года, поводом являются как раз инфляционные скачки. Значит, логика какая? Если эти инфляционные скачки продолжатся и дальше, они, я думаю, продолжатся, то в этом случае золото будет пользоваться спросом как антиинфляционный актив. Антиинфляционный актив, он в любом случае, пользуется в инфляцию спросом. Если же инфляция каким-то образом постепенно сойдет на нет, ну в этом году-то вряд ли, но постепенно сойдет на нет, там, пусть в следующем году, в 23-м том самом году, то не будет и повода говорить вообще об ужесточении политики, там, повышении ставок. Можно будет не только печатный станок дальше держать, включенным почти на ту же мощность, но и ставки оставлять нулевыми. А это, значит, опять же отпадет тот повод, из-за которого золото сейчас снизилось. Получается, вроде как выглядит логически цепочка так, что как ей этой цепочке и веревочке не виться, в итоге путь золота на более высокие котировки, с учетом текущего подъема инфляции и возможной там реакции на нее через два года только регуляторов, в любом случае золото, получается, оно выплывет на более высокие уровни. Ну, я уж не говорю, что это, в общем, говорить об ужесточении вообще политики, если там из ставки там ниже полупроцента, там, говорить о ставке, например, 0,75 или там даже 1%, это все равно сверхмягкая политика. Поэтому, слушайте, если при трех недавно там процентах ставки несколько лет назад золото продолжало жить в растущем тренде, почему бы ему не продолжать жить в таком же тренде, вот с любых корректировок постепенно выкупаясь, тем более в ситуации, когда ставки еще очень долго будут вблизи нуля, даже после того самого когда-нибудь случившегося, может быть, в будущем случится первого повышения, до которого еще надо, что называется, дожить, и 10 раз можно по дороге передумать. То есть, получается, да, ситуация такова, что тренд на золотые активы, момент вот этого вот выбора, его, конечно, сложно заранее сказать, с какой цены, но в целом то, что в итоге котировки будут долгое время находиться выше, чем нежели они находятся сейчас, на мой взгляд, это довольно очевидный вывод. Вопрос лишь в том, вот выборе точки входа, если ее выбирать тщательно, тут, конечно, здесь больше технический анализ, который постепенно может показать момент, когда возобновится снижение, скажем, долларов-котировок по отношению к корзине валюты, одновременно или чуть раньше, а может быть чуть позже, там, не синхронно, но где-то с разрывом во времени, там, условно в неделю, может начаться и подъем золота. Поэтому, соответственно, есть вариант отслеживать повнимательнее, как курсы евро-доллара, там, австралийского доллара, доллара США, потому что австралийская валюта активно довольно реагирует целым на золото активнее, чем другие валюты, так сказать, как Австралия крупный экспортер. То есть можно говорить вот здесь об этом. И непосредственно вырискивать технические сигналы на графиках меньших таймфреймов в золоте. Но, если говорить об такой вот не жестко спекулятивной истории, а об инвестиционно-среднесрочной, в принципе, из текущих котировок, я вот прямо рассматриваю для себя возможность купить уже сейчас, возможно, до конца этой недели, это сделаю в начале следующей недели, поскольку не факт, что ниже будет, а вот более высокие цены, в принципе, логически вытекают вот из этого сценария, который я описал. То есть либо в случае инфляционных всплесков в золото пойдут защищаться, и опять же здесь это будет означать некое обесценивание единицы измерения американской валюты, и либо в случае, если инфляционные всплески сами собой как бы погаснут на рынок, может на это рассчитывать на будущее, то, соответственно, можно говорить о том, что отпадает причина, по которой рынок вообще ждет какого-либо, там даже теоретически, там и даже в далеком будущем ужесточения политики, а значит отпадает причина, по которой, собственно, котировки упали на прошлой неделе.